Занятие третье. Общие сведения по администрированию. Вопрос первый. Настройка главной страницы сайта. В блоке администрирования выберите меню редактировать настройки. Измените полное и короткое имя, если это необходимо. Краткое название показывается в панели навигации. Решите, что должно быть показано на первой странице. Новости, список курсов, категории курсов или вообще ни один из этих пунктов. Одинаково или по-разному должны выглядеть ваш сайт для авторизованных и незарегистрированных пользователей. Что же касается других параметров, то они всегда могут быть изменены позже. Для получения дополнительной информации смотрите ссылку в настройки главная страница. Создать и потренироваться со своим сайтом можно бесплатно на страничке Moodle Cloud. Чтобы добавить текст или изображение или их сочетание в центральной части главной страницы, необходимо в блоке настройки выбрать режим редактирования. Нажмите на значок с шестеренкой в верхней части экрана. Если вы не видите его, проверьте настройку в администрирование главная страница. Настройки главной страницы включить раздел курса. Добавьте текст или изображение в соответствующем поле. Обратите внимание, если вы не хотите использовать первую страницу для отображения курса или информации о вашей организации, вы можете отобразить страницу входа только путем принуждения пользователей входить в систему. Вопрос второй. Изменение внешнего вида вашего сайта. Модул поставляется с двумя стандартными темами. Называется Clear и More. Обе хорошо работают на мобильных устройствах, а также на столе компьютера. Тема More разработана так, чтобы в ней можно было бы легко настраивать свои настройки в блоке настройки, администрирования, внешний вид, темы, More. Узнайте, как добавить выпадающее меню с ссылками, как настроить связь с Google Analytics и другие настройки по ссылке, внешний вид сайта. Если у вас есть право администратора и политика организации это позволяет, вы можете установить собственную тему. Посмотрите раздел «Установка плагинов». Как правило, право настройки сайта имеется в интерфейсе только у администратора. Вопрос третий. Добавление курса. Как мы уже знаем, курсы в Moodle это области обучения, где учителя, преподаватели и ученики, студенты работают вместе. Вы как администратор можете добавить новый курс, нажав на кнопку «Добавить курс» на главной странице. Или с помощью администрирования курсы, управления курсами и категориями добавить новые курсы. Если вы планируете создавать много курсов, вы можете загрузить курсы пакетно с помощью CSV файла. Если вы хотите, чтобы определенные параметры были установлены в ваших курсах по умолчанию всегда, когда вы создаете новый курс, проверьте настройки в меню «Администрирование», «Курсы», «Настройки курса по умолчанию». Посмотрите курсы с обзором различных аспектов. Посмотрите курсы по работе с пользовательствами данными на демо-сайте Orange Mount School. Вопрос четвертый. Добавление пользователей. Обычно это двухступенчатый процесс. Однако он может быть еще больше упрощенным. Шаг первый. Проверка подлинности. Каждый человек с помощью вашего сайта должен создать себе учетную запись. Вы можете позволить всем желающим создавать свой собственный аккаунт с помощью своей электронной почты на основе саморегистрации. Можете по отдельности добавлять новых пользователей. Пакетно создавать учетные записи с помощью CSV файла. Или можете выбрать один из других методов аутентификации. Для получения дополнительной информации смотрите ссылку «Управление учетными записями и проверка подлинности». Очень важно. Возможно, вы еще не решили, кто у вас будет учителем, студентом, учеником и т.д. Если вам это интересно, прочитайте документацию по распределению ролей. Шаг второй. Зачисления в курсе. После того, как пользователи получили учетную запись, они должны быть зачислены на курсе. Сейчас настал как раз момент, чтобы дать им роль студента, преподавателя или иную роль. Вы можете позволить им самостоятельное зачисление, или вы можете регистрировать их вручную силами преподавателя самостоятельно, или выбрать один из других методов регистрации. Для получения дополнительной информации смотрите ссылку «Контингент учащихся». Вы можете при необходимости создавать множество учетных записей и регистраций пользователей в курсах с помощью файловой загрузки пользователей пакетно. Также может вам потребоваться изучение понятия «Когорда» или понятия «Глобальная группа». Вопрос пятый. Управление файлами. Изучите процесс работы с файлами в курсах, чтобы вы могли бы что-то советовать другим. Посмотрите, вопрос управления хранилищами для получения информации о том, что позволяет пользователям использовать собственные файлы из внешних источников в курсе. Например, из Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive и других в своих курсах. Если размер загружаемого файла является проблемой для вас, то вы можете добавить ограничительные квоты пользователям сайта с помощью меню «Настройки», «Администрирование», «Безопасность», «Политики безопасности сайта». Смотрите ссылку «Политика сайта» для получения дополнительной информации. Вопрос шестой. Важные параметры сайта по умолчанию. Установите язык по умолчанию в настройках меню «Администрирование», «Язык», «Языковые настройки». В Moodle по умолчанию установлен английский язык. Но если вам нужен американский английский или другой язык, то вам необходимо добавить его в начале. В меню «Язык», «Языковый пакет». После этого вы можете установить его в качестве значения по умолчанию. Во-вторых, выберите часовой пояс по умолчанию и страну в меню «Администрирование», «Местонахождение». В-третьих, выключите общественный гостевой доступ, если вы не уверены, что знаете, как его использовать. В меню «Администрирование», «Плагины», «Аутентификация», «Настройки аутентификации», «Кнопка гостевого входа», «Скрыть». В-четвертых, настройте минимальную длину и другие настройки параллель. Для этого вам надо в меню «Безопасность», «Политики безопасности сайта» осуществить нужные настройки. В-пятых, убедитесь в том, что Chrome работает после установки. Ваш сайт не будет работать должным образом без него. Если вам отображается сообщение «Chrome.php не обслуживается» или «Скрипт не был запущен, по крайней мере, в течение 23 часов на вкладке «Администрирование уведомления», то значит не работает должным образом ваш сайт. Самое важное, что рассылка сайта автоматически работать не будет. Вопрос судьбой. Последние советы и рекомендации администратора. Посмотрите каждый вид учебной деятельности в меню «Настройки», «Администрирование сайта», «Плагины», «Модули элементов курса» и выбейте наиболее подходящие настройки из тех, которые установлены по умолчанию. Сделайте то же самое в меню «Оценки» с помощью меню «Администрирование оценки», «Общие настройки». Перейдите к меню «Администрирование» «Расширенные возможности». Проанализируйте, нужно ли вам использовать такие дополнительные функции, как блоги, РСС-каналы, завершение отслеживания, как для завершения задания, так и для завершения курса. Нужен ли вам условный доступ в портфолио или значки. Рассмотрите возможности также адаптации вашего сайта для использования на мобильных устройствах в меню «Администрирование», «Плагины», «Веб-службы», «Мобильные устройства». «Администрирование» «Администрирование» «Администрирование»